Своё обращение Андрей Иванов начал со слов губернатора региона Андрея Воробьёва. Они уже стали самым настоящим девизом всего Подмосковья. Четыре года назад наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв провозгласил новую идеологию. Цель сделать Московскую область регионным лидером в нашей стране. Мы должны обеспечить такие перемены, чтобы качество жизни в Подмосковье поднялось на принципиально новый уровень. Команда Одинцовского района смогла изменить отношение жителей к чиновникам. Благодаря новой позиции по ключевым вопросам местные власти стали получать поддержку со стороны граждан, заключил Андрей Иванов. Мы увидели, что призыв губернатора вдохновляет наших жителей. И вместе с жителями мы смогли определить наш курс, курс развития Одинцовского района. Мы должны стать районом номер один в регионе Лидер. Спасибо. Это тяжелый путь, но мы этот выбор сделали с вами осознанно. Глава муниципалитета в своем отчете отметил, что в непростой экономической ситуации Одинцовский район все равно показывает стабильный рост по ключевым показателям. Так, объем товаров и услуг вырос почти на 5%, а средняя зарплата на 15%. Таким образом, Одинцовский район по этому показателю вошел в десятку лучших муниципалитетов области. Доходы бюджета более 15 миллиардов рублей. Благодаря конкурентным процедурам, торгам, аукционам нам в прошлом году удалось сэкономить 746 миллионов рублей. Более 300 миллионов рублей были возвращены в бюджеты всех уровней в результате нашей кропотливой работы с должниками. И я благодарю наше финансово-казначейское управление, налоговую службу, службу судебных приставов и все силовые ведомства за такое эффективное сотрудничество. Минувший год стал рекордным по привлечению инвестиций. В район приходят крупные партнеры, в том числе иностранные. Это в частности немецкий ритейлер «Глобус» и французский «Леруа Мерлен». Строительство торгового кластера в Жаворонках позволило привлечь 6 миллиардов рублей инвестиций и создать больше тысячи рабочих мест. Еще четверть миллиарда будет поступать в казну в качестве налогов, а это ни много ни мало цена строительства одного детского сада. Такой платеж будет поступать ежегодно. Проект стал возможен благодаря развитию инфраструктуры. Напомню, что в 2015 году по федеральной программе и при активной поддержке губернатора Подмосковья был построен Кирпушковский переезд. Путепровод, как мы его называем. Его пропускная способность увеличилась более чем в три раза. И сейчас по этому сооружению в сутки проходит порядка 50 тысяч машин. Что значительно, безусловно, повысило привлекательность этой территории. В 2016 году провели масштабную работу по обеспечению в Одинцовском районе комфортных условий для бизнеса. На площадке Одинцовского МФЦ открыли три отдельных окна для предпринимателей. Теперь любой бизнесмен может быстро зарегистрировать юридическое лицо, получить разрешение на строительство, согласовать ярмарку или торговый павильон. Губернатор поставил задачу расширить МФЦ, функционал МФЦ для бизнеса, наладить через него выдачу субсидий. И это наша задача на 2017 год. В прошедшем году мы выдали субсидии малому и среднему бизнесу на 10 миллионов рублей. Это в три раза больше, чем в предыдущий год. Особое внимание Андрей Иванов уделил достижениям в социальной сфере. Так, за 16-й год в районе открылось 4 детских сада. Три в лесном городке и один в Заречье. За три последних года появилось 18 учреждений дошкольного образования. В этом году мы приложим все усилия, чтобы достроить наши долгострои Марфина, поселение Ново-Ивановское, детский сад Гусарской Балады. К 1 сентября закончим строительство образовательного центра в Раздорах. Начнем строить сады в поселке Горки-10 и на территории жилого комплекса «Один год». В 2018 году эти садики также увидят своих детей. Сроки не должны срываться, и ситуация, когда сначала вводится жилье, а потом через много лет достраиваются социальные объекты, ушла в прошлое. Больше мы этого в Одинцовском районе не допустим. Эти времена действительно прошли. Сегодня инфраструктура строится вместе с жильем, и мы жестко контролируем графики сдачи социальных объектов. Касаясь темы образования, глава района подчеркнул, что в прошлом году количество стубальников по ЕГЭ выросло на 25%. 236 учеников получили медали за особые успехи в учении, и это лучший результат в области. Еще один важный шаг был сделан в сфере высшего образования. В июне 2016 года в Одинцово открылся кампус МГИМО. Приоритет в нашей работе в системе образования – это качество образования. Здесь Одинцовский район один из года в год показывает серьезные успехи. Глава района акцентировал внимание на модернизации объектов здравоохранения. В 2016 году по поручению губернатора стартовала программа по капитальному ремонту в медучреждениях. В трех поликлиниках его завершили в пяти, он только начался и будет закончен в ближайшее время. Во всех медучреждениях провели интернет, закупили компьютерную технику и обучили персонал. Наши больницы и поликлиники постепенно обретают современный вид. Задача на этот год – завершить внедрение электронных карт для наших пациентов. Это также поручение нашего губернатора. Большое внимание в районе уделяется людям с ограниченными возможностями здоровья. На регулярной основе для них проводятся культурные и спортивные мероприятия. В будущее без границ – город добра. Летом прошлого года открылся Добраториум. Это первый центр творчества для людей с ограниченными возможностями. 2016 год для района был наполнен спортивными событиями. Так, в Одинцово завершилось строительство ФОКО, который будет открыт для учеников ближайших школ и спортсменов. В этом году мы должны завершить реконструкцию хоккейной коробки и стадиона в поселении Заречья. В селе Ершово закончат строительство нового физкультурного зала и стадиона, и четырех спортивных площадок. Мы хотим сделать Одинцовский район центром зимних видов спорта. Этой зимой мы залили рекордное количество хоккейных коробок – 50. На базе Ледового дворца заработал центр хоккейного мастерства, а в Заречье открылась школа фигурного катания Ирины Слуцкой. Приводятся в порядок и дома культуры, Успенский и Зареченский ДК сейчас на реконструкции. Особый акцент Иванов сделал на жилищно-коммунальном хозяйстве и инфраструктуре. Самый важный проект – строительство путепровода в восьмом микрорайоне, который соединит две части города. Об этом путепроводе шла речь как минимум уже с 80-х годов. И только в 2016-м, благодаря поддержке Андрея Юрьевича и областному финансированию, началось реальное строительство. Люди наконец-то увидели строительную площадку, увидели рабочих. Поначалу у нас было много скептиков. Теперь, я уверен, все жители Одинцовского района видят, что строительство идет, идет с опережением графика, и путепровод в Одинцово – это уже реальность. Выполнена уже половина работ. Движение транспорта мы планируем запустить в начале 2018 года. В докладе Иванова прозвучало, что район следует политике губернатора по благоустройству дворов. В прошлом году мы преобразили 43 двора, в которых проживает 80 тысяч человек. Дополнительно 4 детские площадки были установлены по программе губернатора в новом городке, в Чесцах, в Голицыно и в Кубинке. В 2017 году мы должны обустроить 47 дворов, а это еще 15% от общего количества. Из ветхого и аварийного жилья в 2016 году переселили 55 семей. Вопрос расселения – один из приоритетных. Ключи от новых квартир по региональной программе получили также 18 детей-сирот. Всего жилищные условия по разным основаниям улучшили 207 семей Одинцовского района. 278 участков мы выделили многодетным семьям, а всего за два года – 573. Хочу отметить, что это примерно на 573 участка больше, чем было до 2015 года. В центре внимания остаются проблемы дольщиков, подчеркнул глава муниципалитета. По двум объектам при участии Минстроя проблемы были решены. Пожилым комплексом «Западные ворота столицы» и «Гусарская баллада». Два объекта по-прежнему заморожены – это «Изумрудная долина» и «Высокие жаворонки». Они признаны проблемными и в настоящий момент районные власти ищут инвесторов. Глава района обратился к дольщикам долгостроев. Я хочу призвать всех покупателей квартир в проблемных объектах к терпению. Я очень хорошо представляю, как вам тяжело, но, поверьте, в Московской области есть опыт решения проблем с долгостроями и есть опыт решения проблем с обманутыми дольщиками на территории Одинцовского района. Заканчивая ежегодный отчет обращения, Андрей Иванов подчеркнул, приоритетные задачи поставлены и президентом России, и губернатором Подмосковья. Команда Одинцовского района должна работать на результат и не сбавлять набранного темпа. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, Евгений Муравлев, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин.